Ребятки, хеллоу! Всем здрасте! Меня зовут Марина Лисковец. Продолжаем с вами готовиться к ЕГЭ. Сегодня я вам расскажу, расскажу я сегодня вам про раздел аудирования и про то, как получить побольше баллов за это задание. То есть расскажу, как наиболее точно понять, чего от вас хотят экзаменаторы и, собственно, сам формат заданий. Итак, давайте с вами разберемся, как же наиболее эффективно выполнить первое задание аудирования на установление соответствий. Между говорящим, между текстом, который вы услышите на записи, и теми заголовками, которые будут у вас перед глазами. Сейчас я вам расскажу несколько таких эффективных советов, как наиболее точно понять то, о чем говорят дикторы и в целом вообще само задание. Совет номер раз! Внимательно прочитайте те заголовки, которые будут перед вами, и постарайтесь понять их смысл. Очевидно, что тема у них будет одна, поэтому они будут чем-то похожи обязательно друг с другом. Важно понять тем, во-первых, о чем будут говорить, собственно, с вами дикторы. И что немаловажно, ищите не близость их значения, поскольку я имею в виду вот эти заголовки, они будут похожи между собой. Важно искать разницу между ними, чтобы наиболее точно уловить смысл того, до что намекает как бы нам говорящий. Совет номер два! Если вы услышите точную формулировку того, что написано в заголовке, да, когда диктор будет говорить, и вы сразу бегом поспешите поставить галочку и соедините букву с цифркой, это будет ошибка. Ребята, не нужно этого делать никогда, ребята, никогда в точности до слова не повторяется высказывание говорящего с заголовком. Это сто процентов. Это будет ошибка. В этом случае вас, скорее всего, пытаются подловить, и не ведитесь на это. Совет номер три! Правильный ответ всегда кроется в конце высказывания говорящего. Поэтому будьте внимательны и слушайте запись строго до конца. И последний, четвертый совет на сегодня, если ничего из перечисленного вам не помогло, и вы ничего не поняли из того, что говорит, собственно, диктор, то поставьте, пожалуйста, поставьте ваши ответы на угад. Это, по крайней мере, даст возможность вам получить хоть что-то за это задание. Напоминаю, что за это задание вы максимально можете получить шесть баллов, собственно. И that is all I wanted to say. Thank you for your attention. Друзья, большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Так что давайте готовиться вместе. Просматривайте почаще новостную ленту. Я буду выкладывать все больше видео, все больше и больше видео перед экзаменом. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже могли узнать что-то новое для себя. Спасибо вам большое за внимание. Good luck and goodbye.